Власти Петербурга планируют пересмотреть условия реализации ряда крупных строительных проектов. Город будет поддерживать лишь те из них, которые уже обеспечены всей необходимой инфраструктурой. Причина таких жестких мер – нехватка бюджетных средств на строительство социальных и дорожных объектов на новых территориях. Как заявил председатель Комитета экономического развития Евгений Елин, правительство города рассмотрит вопрос о взаимодействии с инвесторами, чтобы определить, какие проекты все же придется свернуть. Сразу же могу сказать, что сумма получается весьма впечатляющая. И, естественно, стал вопрос, что на всех точно не хватит, в том числе на все заявленные проекты, связанные с жилищным строительством. И, соответственно, первый вопрос, который мы хотели бы уже адресовать такому коммерческому комьюнити, исходя из каких критериев нам определять, мы должны определять, какие проекты должны быть первоочередные, а какие должны быть отложены, приостановлены, либо что-то с ними должно быть сделано. На сегодняшний день в Петербурге заявлено к реализации или уже строится 35 проектов комплексного освоения территорий. Все они предполагают в основном жилищное строительство. Председатель Комитета по строительству Вячеслав Семененко уверен, что сокращать ввод жилья нельзя, даже если придется пересматривать и приостанавливать некоторые проекты. По его мнению, необходимо искать другие способы обеспечения граждан жильем. Выходом может стать разработка программы по аренде жилья, к участию в которой необходимо привлекать вне бюджетные источники финансирования. Я думаю, что речь идет о огромном количестве в процентном отношении горожан, которые готовы не надрываться всю жизнь, не надрываться и не брать кредиты, не продавать какие-то активы, а готовы жить в арендном жилье. Если государство их будет защищать в системе этих арендных отношений. С такой точки зрения соглашаются и строители. Однако арендные отношения должны быть отрегулированы на законодательном уровне. С помощью арендного жилья город может получить, предоставляя землю и квоты, как раз таки для бюджетников абсолютно не вкладывая в строительство этого арендного жилья. Есть инвесторы. Вот и все. В этом году в городе будет введено более 2,5 миллионов квадратных метров жилья. По мнению Вячеслава Семененко, с помощью программы аренды можно будет добавлять к этой цифре еще несколько миллионов квадратных метров ежегодно. Наталья Бабенко и Роман Рожков.